О благоустройстве центральной части Ульяновска говорят не один год. Сделать улицу Федерации пешеходной, убрать всю рекламу на Гончарова и Карла Маркса, привести в единый стиль дворцовую. На этот раз город рассчитывает на помощь Ростуризма. Городоначальники совместно с агентством по туризму готовят заявку на получение туристического кода. Он свяжет общие идеи исторические улицы города. Для понимания, туристический код – это отдельное городское пространство с интересными местами, которые объединены системой навигации, пешеходными зонами и велодорожками. В проект включены мероприятия по созданию навигации вдоль туристских маршрутов, обустройство фотозон с петровых площадок, устройство фасадного освещения, уличных арт-объектов, художественных форм и оснащение площадок для культурно-массовых мероприятий. Пока в проект включили улицы Гончарова, Ленина, Бебеля, Федерации, Дворцовую и Бульвар Новый Венец. Главное, чтобы площадь рассматриваемой территории не превышала 100 гектаров. Предварительный мастер-план создан, его можно посмотреть на платформе «Профессиональный гражданин». Там же ульяновцы могут проголосовать за него или же предложить свой вариант благоустройства. Вы можете вносить свои предложения по выбору территории. Они могут быть расширены. Многие историки и краеведы пошли нам навстречу. Например, действительно есть предложение включить на улице Федерации еще и территорию Татарской Слободы. Я считаю, что это замечательная идея. Это действительно идея, которая заслуживает внимания. Регион претендует на субсидию в 177 миллионов рублей. Помощь можно получить только на условиях софинансирования. То есть 19% всех предполагаемых работ должен будет оплатить регион по нацпроекту «Туризм и индустрии гостеприимства». Город Ульяновска сейчас приблизительно посещает 350 тысяч человек ежегодно. Соответственно, с успешной реализацией данного проекта данная сумма будет увеличиваться на 15% ежегодно. Заявка Ульяновска уже прошла процедуру предварительного отбора ростуризма, заняв 13 место. Проект рекомендован для участия в конкурсе. Его объявят весной. Однако финансирование получит только первых 12 проектов. Но, как заверили в агентстве по туризму, в случае проигрыша финансирование выделят в 2023 году.